Привет всем, ребятки! Вы на канале FrontBet. Как всегда, с вами я, Макс. На 14 февраля я подготовил для вас 4 прогнозика на 4 топовых матча. Поехали! Прежде чем мы продолжим, ребята, советую всем подписаться на наш телеграм-канал, на наш инстаграм, ссылочки вы найдете в описании под этим видео. В инстаграме мы выкладываем каждый день прогнозы по линии, ординарчики. Также в телеграме у нас идет лайв, присоединяйтесь, зарабатывайте каждый день. Мы там для вас все это делаем бесплатно. Ребятки, еще хотел такое свое мнение высказать. По поводу чего? По поводу того, что я никого не принуждаю ставить. Я делюсь с вами своим мнением на предстоящие события футбольные, либо хоккейные. И это спорт, это всегда риск, это нужно понимать. С горячей головой не нужно вообще подходить к этому делу. Почему? Потому что на своем опыте могу вам сказать, что новички, когда начинают играть, они хотят сразу озолотиться, они хотят сразу поднять кучу бабла, проигрывают, бегут, занимают деньги, берут кредиты, там еще что-то. Если у вас такой склад вашей нервной системы неустойчивой, не бросьте займитесь чем-то другим, каким-то делом. Я встал как более 10 лет и прошел через все, что может быть в этой сфере. Это опасно, это нужен холодный расчет, нужен правильный подход к распределению этого банка. У нас в телеграме, кстати, есть как распределять правильно банк, выделять сумму на ставки, на игры. То есть слово банк, это что значит? Банк это та сумма, это не те деньги, которые у вас имеются вообще в априори в доме или на вашей карточке. Это та сумма, которую вам не жалко, и вы ее выделили, допустим, у вас есть 50 тысяч рублей, и вы хотите поиграть на ставках, выделите тысячу или 5 тысяч рублей. И с правильным распределением уже подходите к ставкам на спорт. Я повторюсь, опять же, я делюсь своим лишь мнением, как мне кажется. У меня же есть своя голова, у каждого из вас есть тоже голова. И вы здесь на канале для чего? Для того, чтобы посмотреть мнение того или другого эксперта, или любителя, или там, кто дает прогнозы, да, на кого вы подписаны. А сами уже делайте свои выводы. Поехали. Первое событие 14 февраля в 22.45 чемпионат Франции. Монако в том сезоне очень мне нравился. И в позапрошлом сезоне. Пока не пораспродавали они своих игроков топовых. Но сейчас они, смотрю, на подъеме пошли опять вперед. Молодцы. Духом не падают. Играют они с Монпелье. Играют в Монако. Монако-Монпелье. На фору с подстраховкой на Монако я не стал брать. Почему? Потому что там коэффициент даже 1.4 нет. Поэтому я рискну здесь небольшой процентик от банка на победу Монако. На чистую. Голов здесь тоже, я думаю, много не будет. Чистая победа Монако. Следующий матч у нас чемпионат Германии и Бундеслига. Также в этот день 14 февраля в 22.30 по Москве. Баррусия. Айнтрахт. Моя мысль на этот матч. Обе забьют и тотал больше 2.5 голов. Коэффициент 1.54. Третий матч чемпионата Англии. Премьер лига. Волверхэмптон. Лестер. Лестер сейчас на взлете. Пошел вперед. Он косит всех своих соперников. Там по-моему 2 или 3 игры подряд уже у них есть. Победы Волверхэмптон тоже у себя дома принимает. Лестер. Команда не подарок, я вам скажу. Мне кажется, здесь будет заруба. Опять же, повторюсь, это мое мнение. Потому что вы скажете сейчас. Вот коэффициент 2 ты даешь. Как ты не боишься рисковать? Да, что мне бояться? Я же не ставлю вабанк. Я не ставлю дом или машину свою. Или еще что-то. Или последнюю рубашку. Вабанк я даже, если кто-то сейчас скажет по предыдущему видео. Ты ставил вабанк. Вот ты и попался. Ну банк, ребята. Это мой банк, который было 79 тысяч. Который я набил. Именно в букмекерской конторе у меня хранилось. Я же не поставил все, что у меня в этой жизни есть. Ни в коем случае я так никогда не поступлю. А эти 79 тысяч я набил на своих ставках, на своих прогнозах. Начиная с 10 тысяч. Буквально за 2 недели. Вот и все. Почему? О чем тут жалеть? Ну это игра, это спорт. Ну да ладно. Вулверхэмптон, Лестер, тотал больше 2,5 голов в матче за коэффициент 2. И четвертое событие у нас чемпионат Испании, премьера Валенсия, Атлетика Мадрид. Валенсия вроде что-то там раскачалась она чуть-чуть. Но я все равно от своего предпочтения отдам Атлетика Мадриду. И возьму здесь опять же фору 0 на Атлетика. Коэффициент опять же мощный, сочный 1.74. Фора 0 на Атлетик, коэффициент 1.74. Что думаешь ты по поводу сказанного мной здесь и сейчас в этом видео? Добро пожаловать в комментарии, выразите свое мнение на предстоящие события, а я уже буду делать выводы. Общаемся, дружим, ребята. Будь на связи, с каждого лайк. Субтитры сделал DimaTorzok